Девушки отдыхают Категорически нельзя Но здесь резонно возникает вопрос Как правильно наказать четвероногого друга Так, чтобы пресечь нежелательное поведение И при этом не обидеть Здесь надо разделить два понятия Наказание щенка и наказание взрослой собаки Наказание щенка не должно быть сверх меры Щенок тот же ребенок Соответственно, наше воздействие на него Должно быть соразмерно поступку Это первое Второе Наказание необходимо Приблизить К такому наказанию Которое применяет родитель В условиях природы То есть волк или волчица Или собака парень И третье Сам процесс наказания Должен заканчиваться положительным эффектом Только тогда наказание будет действенно И оно превращается в этот момент В отрицательное подкрепление Возьмите щенка за холку Потрясите его Поднимите над полом немножко И поручите на него Заорет благим матом Потом отпустили Молодец, умница Он изменил поведение Наказание взрослой собаки Отличается от наказания щенка Глубиной и силой воздействия Взрослую собаку весом около 50 кг Поднять за холку вряд ли получится Поэтому возможно применение электрошокера Ультразвука или строгого ошейника Также можно ударить питомца ногой по ребрам Но повторю, именно по ребрам Так как особого вреда этим здоровью собаки причинить невозможно Но силу удара четвероногие почувствуют сразу Главное, чтобы это все приводило к положительному эффекту К положительному результату Перед наказанием мы должны себе поставить Сказать А что же мы хотим добиться этим Какую цель мы преследуем Это первое И второе А поймет ли собака нас Дело в том, что собака Хотя существо разумное Но многие вещи Для нее Недостижимы или достижимы с трудом Так, например Собака очень быстро забывает содеянное Если мы пришли домой Мы увидели порванные тупли, которые порвал щенок Часа два назад То, скорее всего, он не поймет, за что его наказали Если вы возьмете он Вы пришли домой, щенок вам рад А в этот момент вы его берете И начинаете даже правильно наказывать Вот Эффект будет обратный Щенок не поймет Соответственно, ваш контакт Хозяин-собака разрушается Чем больше таких непониманий Тем больше у щенка Создается образ негативного хозяина И это может привести к плачевным последствиям Среди владельцев собак Бытует мнение, что для воспитания И наказания своего питомца За проступок можно сначала Отшлепать газетой А затем поместить эту самую газету На видное место Напоминая четвероногому О недопустимости подобного поведения Да, есть такое мнение Вообще, удары газеты Наиболее распространенные Просто рекомендуют сюда применять Но это из области прошлого Это даже не прошлый век Это позапрошлый век Если над вами подвесить топор И вы будете ходить под этим топором Ничего хорошего от этого не будет Концерт, конечно же, произойдет что? Нервный срыв То же самое и со щенком Если на щенка будет постоянно воздействовать Вот такое отрицательное Подкрепление Не подкрепляя это положение И не связано с его действием А просто вот оно есть Я его боюсь В конечном счете Ни к чему хорошему это повести не надо Также не стоит питомца наказывать Нанося удары рукой или ладошкой Запомните Ваши руки только для ласки Не следует испытывать вину Принуждая собаку к подчинению Любой пес будет рад любить Сильного, мудрого и справедливого хозяина Таким образом Иерархия не только дисциплинирует собаку Но и положительно сказывается на ее психике С вами была Екатерина Ульянова До встречи в нашем утре Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok